Здравствуйте, меня зовут Книна и сегодня мы приготовим пасту с овощами и сыром. Вариация этого блюда не счесть, это вам просто идея, как можно быстро приготовить очень вкусное блюдо. Можно то же самое сделать без сыра, можно сделать с курочкой или рыбой, можно добавить растительные кокосовые сливки или соевое молоко. Добавляйте разнообразные овощи и специи, экспериментируйте. Для этого рецепта вам понадобятся любые макаронные изделия, чеснок, помидоры черри, шпинат и базилик, грибы, разные сыры и соль, специи и немного оливкового масла. Этот способ приготовления сейчас очень моден в интернете, можете посмотреть разные вариации этого рецепта в пинтерест. Называется это one pot dish, то есть все блюдо готовится в одной сковороде или в одной кастрюле. Макароны можно взять любые. В предыдущий раз я готовила спагетти, единственное, что я их разломала пополам, чтобы удобно было перемешивать в сковороде. В этот раз я взяла спиральки, но в реальности можно любые макаронные изделия. Зелень и специи вы тоже можете использовать по вашему вкусу. Я видела рецепты и с кинзой, и с укропом. У меня дома оказался шпинат и базилик, который я и использовала. Шпинат я закинула еще в самом начале, чтобы он протушился. Базилик я уже положила в блюдо, когда оно было готово. Как вы видите, процесс приготовления очень прост. Нужно всего лишь нарезать все овощи и поочередно все закинуть, обжариваться на сковородку. Если у вас нет времени на обжарку, налейте на сковородку оливкового масла. Просто на дно положить все овощи, сверху высыпать сырые макароны, залить все водой и протушить под крышкой. У меня были лишние пару минут, и я буквально немного обжарила сначала грибы с чесноком, потом добавила туда помидоры, черри и шпинат. И засыпала все макаронами. И тогда уже залила водой, и под крышкой первые 15 минут все протушилось. Потом крышку мы открываем, все перемешиваем. И еще ждем, пока выпарится вода. И макароны как раз будут готовы. И уже в готовое блюдо я добавила базилик и сыры. Все перемешала, и блюдо готово. Специи я использовала для пиццы. Соль, перец, паприку. Что вы хотите по вашему желанию. Реба Рошапп сказал, истина — это средний путь. Отклонение вправо — отношение к себе с излишней строгостью, надуманный поиск в себе недостатков или преступлений против Всевышнего. А отклонение влево — слишком снисходительное отношение к своим недостаткам, халатное отношение к вещам, связанных со служением, из-за чрезмерной любви к себе. Оба эти пути — фальшь. Во всем нужно знать меру. И средний путь — он правильный. Приятного аппетита и шаббат шалом!